коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня у нас будет очень важная тема про предвзятость торговым ситуациям которые ни в коем случае нельзя оставлять без внимания или вы рискуете оказаться в сделке с неверным выбранным направлением то есть сейчас модный термин контекст но сводится к одной простой вещи когда вы готовите домашку и у вас инструмент попадает у нас будет сейчас пример одна сделка шортовая вторая это как рубрика вредные советы на домашке short движение состоялось сегодня происходит ретест и во время этого теста мы ожидаем формирование ложного пробоя двумя барами так делать не стоит до необходимо дожидаться там но это такой должен быть растянутый во времени процесс с возвратом к уровням начнем по порядку хотя вот это уберу я сейчас это все верну но сначала проговорил даже не так сначала будет со схемки по классике уровень пришли к уровню постояли дали поджатие все хорошо работаем short вопросов к исполнению там сортовой сделки нет да у нас вопрос в другом на именно сделку в ситуацию где ожидалось формирование ложного пробоя двумя в армии было скажем так неверно выбрана линия по предвзятости то есть у нас изначально картинка сортовая мы сорвались закрылись далеко идем обратно к уровню и вот в этом месте где необходимо дожидаться ретест на продолжение движения студент рассматривает точку входа в лонг потому что здесь неплохой был подход но он не такой прям красивый книжный но бог с ним с этим подходом не в этом суть суть в том что у нас изначально то есть мы всегда оцениваем что было до для торговли ложного пробоя двумя барами хорошо вот там иметь препятствие быстро к нему упасть пробить и вот так вот рядышком закрыться и вот тогда на следующий день здесь будет классная торговля ложного пробоя двумя барами классическом понимании ложного пробоя двумя барами торговля происходит день закрывается здесь открывается здесь мы выставляем buy stop и ждем выхода для того чтобы вот так сделать нам необходимо выполнение ряда условий там быстро пришли к уровню до там получили кует ответственное падение отсутствие подходе к уровню модельки на пробой то есть вот как было здесь такого быть не должно отсутствие накопления запильная какая-то область за уровнем да вот это вот зараженная где цене будет тяжеловато двигаться вот эти все моменты если они есть тогда мы имеем право работать lp2b вот таких ситуациях когда происходит что называется нет импульса где мы его ждем то необходимо принимать консервативный подход то есть мы дожидаемся закрытия предпробойной плоскости а затем с ретеста уровня то есть это у нас будет там условно первый день второй день выход обратно и на третий день только при удержании уровня то есть что есть удержание мы можем упасть типа и появится лимитка окей мы можем упасть сделать ложный пробой маленький да то есть относительно этого движения большой ложный пробой это будет маленький с локальным стопом мы можем здесь понаблюдать например модельки слома да то есть поломали потом сладко тика подбираем его туда в продолжение то есть это все классические элементы там я не знаю формирование двойного дна пожалуйста что угодно на уровне то есть все что мы будем ожидать до для торговли на контртренд но это движение уже будет с учетом закрытия дневного бара в предпробойной плоскости здесь у нас пробойной плоскости здесь у нас шорты здесь предпробойные возможно будут лонг с учетом поджать и да здесь у нас есть от катики и целый каскад стопов который мы можем пособирать это все имеет место быть но изначально мы всегда смотрим на то что было до идем обратно на график картинка к дневке вообще вопросов нет подход отличный классный зеркальный уровень адаптированный по текущему хвосту ложного пробоя 4940 и мы с неглубокого отката да получается мы здесь ничего не поломали падали 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 и продолжают нас заваливать переходим на младший таймфрейм то есть что было у нас изначально вот здесь мы пробили уровень тут через кашку да но опять таки с адекватным стопом здесь в общем там четыре с половиной где-то к одному можно было забрать адекватным риском затем происходит у нас возврат к уровню здесь очень быстро до крайне быстро никакого выноса вот здесь стопиков не было не последовало на только лишь подходы что здесь что здесь то есть у нас складывается картинка что мы пропадали и начинаем обратно двигаться к уровню и вот здесь если здесь будет прям ну книжная ситуация прям очень красиво какой-нибудь поджать и очень узкая торговка растянутая во время то допустимо это при условии сопровождения мы должны это видеть глазками до сопровождать чтобы здесь были какие-нибудь восходящие импульсы со своими откатами которые там не будут заваливаться и в процессе этого движения мы не видели каких-то контртрендовых шартовых картинок то есть можно будет посидеть то есть это прям совсем совсем против шерст по факту мы выходом наверх вот если здесь залезли продавцы оказались они в верном направлении движения у них уже есть откатки да за которыми вероятно всего прячутся стоп лосса вот мы их всех выбили а затем поехали дальше и по факту движение состоялось бодрая но сегодня уже возврат но сегодня это отдельная ситуация да вот сама логика то есть если там первичным импульсом не достает до тейка да и нет формирования пресловутых двух откатов да то есть по мире падения вот есть один второй но такой тот через кашку опять поджали сорвались дальше вниз но такого чтобы прямо трендового движения нет и поэтому здесь не очень работать ложный пробудами обороны а вот далее если бы мы повалились если ну повалимся сегодня у нас опять мы и очень издалека идем сегодня даже возможно что сформируется lp2b но в шорт то есть мы сегодня закроемся наверх а завтра повалимся ниже то есть это будет такой у нас выход ретест перелой и вторичный ретест понятно что на младших то и прямо будет больше касаний но и как и стереть вот это далее если бы мы повалились дальше вот у нас есть уровень отката да то есть мы пропадали и восходящее движение он в любом случае остается внутри да потому что вот наша внешняя точка внешний излом сверху и внешний злом снизу но вот отдельно взятому вот этому движению это будет правильным откатом с которым мы сделали переходить здесь ценой закрепились то есть все красиво обратное движение вот это если мы сюда повалимся и в процессе этого движения мы будем идти большими барами большими барами то есть визуализируем до что мы хотим видеть закроемся непременно далеко следующий день откроемся и уйдем под уровень и вот где-то здесь рядышком совсем за уровнем закроемся вот эта ситуация будет не плоха для торговли ложного пробоя двумя барами то есть у нас есть некое накопление есть из него выход далее да мы ожидаем то возможную какую-то реакцию и обратный ход данном случае здесь у нас по факту три откате к если 1 не держит то скорее всего поедем туда куда-нибудь в основании импульса то есть откуда был инициирован вообще этот рост вот идет промежуточное лучше пропустить значит это вот тот момент который необходимо учитывать то есть когда у вас домашка шартовая не нужно смотреть контр тренд только лишь потому что вы не получить там кого-то сильного движения там на 10-20 процентов условно данной крипте то есть необходимо этот момент оценивать вторая ситуация это сегодняшняя сделка другой человек тоже сбросил на разбор отступила два раза один раз отступила после входа в шорт второй раз отступила при попытке купить рубрика вредные советы как делать ни в коем случае нельзя тоже давайте из девочки девка тоже такое не то чтобы прям спорно лодня на домашке была неплохая шартовая картинка вот здесь то есть пока мы были здесь это было классно когда мы отошли это уже не есть классно и нам нужна новая торговка поэтому здесь опять неверная оценка происходящего в моменте по факту было сделано следующую то есть вот это то что было на часе мы стояли здесь совсем нас узко прижали тоже было классно и здесь было классно но отлетели в общем отлетели нужен новый подход нужен новый подход новая торговка и тогда будет новая сделка если этого ничего нет значит хода мы не заходим здесь произошло следующее быстрый подход к уровню вот здесь вот чуть-чуть закололи мы но этот закол он не несет уже никакой логики абсолютно потому что здесь есть заколы глубже и вот самые самые ближайшие стопки их уже забрали дальше ускорение мы будем ждать под вот этими хвостами то есть ниже значит заход на пробой если и был бы то вот здесь то есть под хвостом нужным пробой например со топом за откат если бы вот в этой сделке получился стоп окей здесь вход в движение но стоп за откат тут принципе вопросов нет дальше происходит следующее сделка в short открыто затем инструмент делает обратный ход вот сюда выбивает стоп и летит импульс затем на откат нам да вот этом движении вход в лонг в продолжение движения просто потому что но раз шорты не пошли значит нам покупать вход в лонг стоп за хвост приехали забрали стоп в одном месте не здесь не было захода ни в коем случае здесь не было захода да то есть всегда растягиваем процесс во времени контр тренд хорош после манипулятивных движений сначала манипуляция на вынос потом на торговка и вот пробой на торговке ok если этого нет пропускаем не пытаемся работать не понимаем что происходит особенно на границах каких-либо вот таких вот остановок то есть ложные проводятся классно но кожным побоем нужен подход есть несложные модельки с которыми можно работать тоже картинка здесь такая не очень лонговая что часовик что дневка после роста есть движение нас продолжают заваливать здесь никакого переха я не было поэтому как бы дневки окей до локальные ситуации с домашки тут вопросов нет вот раз торгована это все крайне неправильно да наверное плохое слово но в общем неправильно с ошибками и самое главное убрана предвзятость какой-то момент то есть вы выбираете направление хотите торговать шорт торгуете шорт торгуйте шорт пробой торгуете шорт с подсколка да то есть сначала выбираем картинку на дневке смотрим широко что происходит а потом уже на младших таймфреймингом упражняемся поиски точек хода но сначала дневка дневка во главе стала всегда вот используйте стопы верно оценивайте предвзятость который вы будете нести по ходу исполнения своих сделок ставьте стопы не давайте убытком расти ни в коем случае и не переворачивайтесь вот так по ходу движения просто потому что цена там сразу не пошло всем удачи пока 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 пока